вы видите друзья индюшек это дикие индюшки это вот те самые индюшки которые бегали тут по соединенным штатам когда пришел белый человек вот еще одна догоняет сейчас выбежит вам кадр вот они индюшки ходят тут понимаешь а вот друзья олень стоит у дороги никого не трогает прям как вот у нас тоже в калифорнии они не пугливые струна непуганных оленей да сергей нам на эту дюну говорил что зимой тут дети катаются на лыжах на санках а что в америке прям санки вот как как у нас были санки спасибо почему почему вот песок на проезжей части я не пойму ветер дует сильный откуда это не несет несет прямо с озера несет с озера и вперед на дюны да вот так же дюна и заросла мать честная то есть это не то что дюны сюда сыпется а это с озера несет и намывает вот эти дюны пойдемте к пляжу подойдем недалеко вроде нет мы почистым и пойдем а что происходит летом здесь что пляж есть публичный вы видите друзья заборы которые тут ставят чтобы ветром не несло на на берег и нам рассказывает сергей что тут были разговоры что озеро будет мелеть она за последние там несколько лет чуть ли не на полтора метра вырос уровень воды я теперь понимаю почему у нас засуха там значит конечно если полтора метра снять и отправить в калифорнию сколько апельсинов можно вырастить там и винограда сколько можно вина сделать вода уходит берег уходит резко нет то есть можно так с детками конечно да главное что вот если штормит то там называется этот английский уже даже слово забыл он и приходит он тянет обратно течение отбора и могут могут утащить человека тогда я язжить не агул тебе не китов то лосось лосось они должны же они уходят на нерестом потом в речке вообще про лосось интересная история потому что в реку святого лаврентия уйти вот туда в атлантику меня как раз я же как и вы пишу книгу про свои события очень интересно я я вел дневники когда приезжал в америку и вот у меня так она будет называться американские дневники когда я впервые сюда приехал на этот пляж на именно этот пляж 95 году я смотрю это красота бегу к воде и в воде плавает дохлая рыба вот такие вот селедка такая одна или много но я думаю ну ничего себе как не хочу сказать да как за испортили воду загрязнили а что оказывается такая селедка называется сера спинка и она живет в атлантическом океане и только вот она в речку заходит во святого лаврентия идет дон ниагарского водопада дальше она не могла идти потому что ниагарский водопад в 1830 году они прокопали канал вокруг водопада чтобы корабли шли и селедка пошла тоже в обход и здесь у них не было никаких хищников и она вот прямо оккупировала все великие озера то есть без шлюзов они идут как-то ну да ну как шлюз на сегодня же вода что проходит и эта рыба единственное что она боится резких перепадов температуры а озеро мичиган знаменито тем что вот среди лета допустим будет вода 20-22 градуса тепла потом если ветер сильно подует называется lake turns over озеро переворачивается вот сегодня купался 20 завтра прихожу будет 5 градусов с глубины вода поднялась да вот пресс тут целый слой так вот перехать это убивает рыбу на повал и буквально вот идешь и дохлая рыба вдоль берега будет валяться и было сейчас тоже так так вот это же история идем мы идем от селедки к лосось до 70-х годах здесь вот буквально чуть ли не по колено дохлой рыбы так летом стояла страшная вонь а в 1967 году вот герри индиана там много фабрик там получилось это какие-то зелено-голубые растения какая-то гадость в общем я и там столько было мертвой этой селедки там есть фотографии до 6 метров высоты вдоль берега лежала дохлая рыба в чикаго насосной станции забились рыба не было воды питьевой в городе вонь стояла страшная и не знали что делать вывозили два месяца очищали все пляжи возле чикаго и мичиган 400 тонн рыбы каждый день что ли на свалке увозили и потом ученых правительство типа ну давайте что-то делать с селедкой и они начали под экспериментировать с лососями и тихоокеанский лосось они же эти анчо везда анчоусы правильно по-русски анчоусы я не сомневаюсь но рыбка это мать 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 осень и не питается вот они этого кижа этот один вид лосося кижа на завозу хижучи да конечно вы же понтика когда они идут на нерест там такие у них злобные эти кубка рожи вот они этого лосося запустили и лосось это селедка так понравилось на корню и теперь тут рыбалка вот тут лосось ловится до высолите рыбку я надо катерами туда ходить плавать нет наверно живой возит у нас в океан да то можно я там не один из этих my bucket list да да вещи которые сделать перед смерть это выплыть на катере и порыбачить на лосося вы видите друзья там туристы забираются на дюну одни только вот ползут другие уже там и